Сейчас Virtusa предполагает, что скорее всего в игре появится Брудмазер, то имеет смысл взять саппорта, который будет хоть как-то с этой Брудмазер бороться. По итогу, мое все-таки мнение, что в прошлой игре это Брудмазер не было проблемой, тем более то, что она вот играла с таким билдом, там Дизоль. Она была винтиком. Там больше как бы игра все-таки у Ликвидов на Мирекле держалась, и он там в драках убивал, то есть Бруда уже потом со временем свои шмотки добрала. Мы помним то, что в какой-то момент Бруда очень сильно прям проседала по айтемам, что она вышла там в МКБ, но у него армора не было, то есть очень долго еще до Кираса было. Вот, это уже интересно. Это герой для Лехи, это точно. Это уже ощущение, что Virtusa, возможно, пойдут в какую-то стратегию из серии Огрмак, Магнус и два сильных героя. Магнус не факт, но, кстати, это какой-то снайпер против Веника в целом может быть. То есть вот какой-то такой игрой под баф точно будет присутствовать, там много вариаций. Это Найкс, это какой-то снайпер. Ну, сейчас опасно брать Бруду, потому что как минимум от нее все герои убегают. Мне кажется, Ликвид должны понимать то, что вот за играющим опять если брать Бруду, то что в прошлой игре было много контроля. Все-таки Матумба не настолько в этом плане опытный. Обычно они когда играли с Брудой, меньше контри было, но они все равно решили взять. Ну, честно сказать, Бруда мне нравится против Огро и Энчи. Проблема только в том, в остальных героях, которые могут зайти, возможно, сейчас стоит подбанить каких-то героев из прошлой игры. То есть, я не знаю, но та же Легионка вроде такой проблемы для Бруды и не составляла. Ну, Легионка вообще не самый лучший герой вот именно против Пико Ликвид, потому что, во-первых, она против Брудмазер один на один не стояла этот раз. И, во-вторых, она не очень хорошо справлялась, допустим, с тем же Виномайсер, который просто плюнул в нее один раз, там повесил дебаф на замедление, и она в драке очень испытывает большое количество трудностей и тяжело перемещаться. Ну да, ты прав. На самом деле, ВП в этот раз просто по четверкам проехались, забанили героев Джаша, Шейкера, Землю. На самом деле, мне нравится. Ну, легкий контроль для Virtus.pro. Все что угодно, лишь бы... ДК, кстати, Ликвид у нас убрали. Да, ДК тоже один из всех героев, который может хорошо работать под бафом игра. Ну, Снайпер тут какой-то выглядит плохо. Против Бруды нужен какой-то другой герой. Я вот сейчас пытаюсь еще вспомнить кого-то. Конкретно сейчас должны, наверное, брать героя или для Паши в оффлейн. Или для Лила, если это НЧА. Оффлейновая. О чем может говорить бан ДК? То есть, неужели это хороший герой против Бруды? Он, честно, если так сказать, неплохо. И конкретно под бафом хорошо работает. Бримастер. Мне нравится. Вот, честно. Бримастер классный герой. Бримастер от ВП вообще? Нет, по-моему, может быть, где-то когда-то одна игра, там, даже недавно, но Бримастера, по-моему, мы очень давно не видели. Мне Бримастер нравится против Виномансера, я считаю его одним из лучших героев. Особенно, если выбирать героя какой-то в оффлейн, по игре и так далее. Ну, тебе пофиг на ульт Виномансера. Просто разлетелся, там, и бежишь. Плюс Бримастера в том, что он против той же Бруды, да, имеет там какой-то клэп, то есть, ну, тоже какие-то спеллы от пуш. То есть, и до БКБ Бруды, на самом деле, пиво со своими мясами очень сильно напрягает. Ну, вот еще до пика Рубика Бримастер очень хорошо заходил, потому что не было ни одного героя, который бы мог дать ему резко стан, и Бримастера можно было бы как-то быстро забрать. То есть, он просто мог прыгать на пофиг, давать свой клап, там, кидать пиво и тут же выходить в ультимейт. Вот, ну и Ликбер нужно с ним что-то делать. Кстати, сейчас еще, знаете, очень такая мета, то, что на Бримастере собирают Радиенс. И конкретно здесь этот Радиенс тоже будет очень крут против Бруды. То есть, сейчас... Ну, это если совсем все хорошо пойдет. Ну, собирают Блинк, после Блинк, в общем, есть несколько вариаций. То есть, Блинк, Радиенс, Блинк, Медас, потом Радиенс. Ну, как пойдет. Как пойдет. Ну, в основном, да я даже видел Паша тоже в какой-то период, когда там была небольшая популярность Кайбер Мастера в пабе. Я сам тоже играл, собирал Радика. Я видел Паша тоже играл, Радиенс собирал. Тролль. Ну, они прям супер такой лейт пошли. Ну, герои вот какие-то еще под игра стараются подбираться. Но Тролль, конечно, против Виновансерок, по мне, на нем неприятно играть. Пока. Но Ликвидом нужно свой пик еще каким-то мэджиком разбавить и какого-то мобильного героя добрать. Ликвидом нужно взрывать, если Ликвиды пойдут в размен тычками, при том, что у тех баф тролля, баф у гормага, то пока Вертуса их переигрывают, если будет совсем литовая стадия. В ВП очень мало контроля. То есть теоретически какой-то герой там для Ликвидов еще на Ласпик для Миракла, какой-то кор мобильный, может очень хорошо здесь зайти. Сейчас два пиков подряд у нас у Ликвидов будут брать... Саппорт. Прямо сейчас нужно искать себе саппорта. Непонятно это, потому что мы видели на том же Интернешнене, что Ликвид играли с Рубиком и Пятеркой для Куроку. Курокки очень хорошо играет на Рубике. Ну, Рубик сам по себе хорош, но против этих героев он как-то вот, ну, как-то вот так вот средне смотрится, потому что что он здесь будет воровать? Ульт-дублемастера. Все. Больше ничего. Ульт-тролля можно своровать. Ну, это если тролль ошибется. Ну, достаточно часто я видел, как Рубик все-таки ворует ульт-тролля. Не, ну, тролли очень легко нажать сначала на R, потом на V. Это легко сделать. Ну, таких милишников, милишников, каких-то супортов мало очень хороших, которые могли бы там завязать. Ну, нужен хоть кто-то, кто запретит троллю бить драки. Ну, желательно, чтобы тролль не бил, потому что если тролль начнет бить, то Ликвид это уже начинает рассыпаться. Ну, котел для Джаша, блайнды дает. Ладно, котел против Энчи, конечно, вначале пострадать может. Закрывашка для тролля. Чем-то удивить должны. Да, пока они сами не знают, что брать. У них остается 15 секунд. И Куроки нужно придумать очень хорошего героя для Джейдж. Ну, надеюсь, для Джейдж, так как Рубик здесь пока выглядит так средненько. Да, согласен. Ну-ка. Ага, это вообще ТРБ. Это не закрывашка, это ТБ. Ну, так прям в суровый лейт пошли, ребята. Честно, Бримассер против ТБ мне тоже нравится. Попросту объясню. Он в ультимейте. Он в целом хорош против таких иллюзионистов, как ПЛ, как Терраблейд. Он очень хорошо справляется с иллюзиями. У него достаточно большой АОЕ диспела, и он этим своим диспелом с легкостью убивает иллюзии. И кулдаун там очень маленький. Очень маленький там, да. 5 или 6 секунд, я, по-моему, где-то в этом районе. Чена убирают Virtus. Кстати, да, Чен, действительно, Чен был бы неплох. И противостояние Чена и Чи было бы интересным. Ну что, Андрей, рисуем героя для... Либо для Нулана, либо для Рамзеса. Смотрим, почему-то мне кажется... Тролль может пойти туда... Но он против Бурды, теоретически, стоит нормально в миде. Да. У него много брони. Он еще берет себе щиток. У него топорики, ну, плюс-минус, справляются с паучками. И до 6 уровня он постоит. Тинкер. Тинкер неплохой бант против Тираблейда. На самом деле, мне еще какой-то Тимбер все равно нравится для ВП тоже. Ну, мне для ВП нравится ОД. ОД очень хорошо убивает иллюзии ТБ. ОД пробивает ТБ. То есть у него единственная проблема, это вот Бруда и все. Это слишком большая проблема. Ну, это жадность. Это жадность, но она может окупиться, если игра зайдет лейт. Не верю, честно сказать, здесь в ОД. Вот у Ликвы-то прям совсем на последних секундах. Да. А это закрывашка для тролля. Тролль нажимает на Блокинг Бар, тролль начинает кого-то бить, а тут появляется батюшка. Некролайт. Ооо. Ну, здесь мне... Ну, сверху все приятно. Мне ВП Пик больше нравится. Сверху очень приятно. Мы про Некролайта забыли. Кстати, очень странно. То мы до этого этого героя видели в первых стадиях бана, в первых стадиях пика. Сейчас уже, которая игра подряд, он там на Ласпик заходит. А мы говорили, да, на второй карте, что Некрофос хороший герой, в принципе, против Бруды. Да, на стадии линии, как бы, я сам могу сказать, что он стоит очень хорошо. То есть у них в целом, как бы, и тролль есть, который хорошо против него может постоять, и Некрофос. И вообще здесь Некрофос очень хорошо и по игре выглядит. Но и в целом, как бы, здесь Пик ВП, конечно, да, мне нравится больше. Дима, тебе больше нравится Пик ВП? Да, мне он больше симпатизирует. Я считаю, что если они каким-то образом выйдут в лейтгейм, где будет одета инчат, тролль и Некрофос, и все это будет под бафом у Гармага, то у Ликвиды начнутся трудности. Ну что же, третья решающая карта между Virtus.pro и Team Liquid начинается прямо сейчас. Ну а мы возвращаемся к нашим комментаторам, Вилату и Гатханту. Будет битва, будет мясо. Продолжение не надо. Ладно, продолжение не надо, но на самом деле реально. Сейчас будет весело, ребят. Третья карта, то, чего мы ждали, это однозначно все-таки финал Винроф сегодня в группе А. Три карты, три зарубы в группе Б. Ну, 2-0 это было бы как-то нечестно. Согласен, нечестно. А вот сейчас все честно. А следующая игра вам мало удовольствия доставит, поэтому надо максимум из этой получить. Честная, настоящая, великая, великолепная дота. Начинается прямо сейчас в Virtus.pro. Liquid победитель выходит в полуфинал. Мажора Сола на Угрмаге, Рамзес на Некрофсе, Науан на Тролле, Варла Радье, Паша, Брюмастер, Лил, Энчантрес. Ну и Team Liquid, Миракл будет играть на Террор Блэйди, Майнд Контрол, Виноманцер, Куро, Винтер Виверна, GH, Рубик и Матумба Мэн. Стандартная, Брод Мазер. Стандартная, привычная. Да, но победоносная. Прикольный сет Миракл. Классно светится фиолетовым. Что нет? Аркана помню. Нет, не прикольный сет Миракл. Разошлись, как в море корабли сейчас могут поймать одного и поймают Ли. Матумба, бежать, спасаться, есть замедление. Соло, пошел Игнает, Матумба, вот не пошел с командой. Слушай, слушай, а еще подраться, а еще подраться, Паша полетел на бочонке. А еще кого-то найти. Куру бьет Лила, Миракл в форме, больно, пиво попил, пиво попил уже не так весело. Лил пытается уйти, мисс и проходит от Миракла. Хилл по Лилу залетает, замес пошел просто лютый, Лил погибнет, это мисс. Там Майн Контрол еще один мисс по Лилу. Да ладно, только сейчас вы добили с третьего удара. Разумеем 2 в 1. Самое главное, что Миракла убили. Теперь Майн Контрол, надо отсюда как-то петлять на этой креветке, потому что очень неприятно. Еще пивка им налили, уходит отсюда Майн Контрол. Ну и по Джарджу залетает огонь. Класс. Они не собираются играть спокойно, это точно. Так а зачем играть спокойно, если можно пойти и убить на первой минуте? Да, да. Ты тут прав, тут вообще не поспоришь. А если можно еще пойти убить двоих? Слушай, на самом деле, они забрали Миракла, и они забрали Матумба Мэна. Это больше, чем хорошо. Лил, снова отравили. Майн Контрол уже всю ману почти потратил. Сейчас на линии будет тяжеловато стоять. Ну и так, Ну и так, против Матумбы, мидлейн. Посмотрим, что сможет Матумба показать в этот раз. Предыдущая игра был рекорд по скорости добычи дезолятора, можно назвать так. Да, реально, на восьмой минуте второй секунде был куплен дезолятор. Напомним, как всегда, классно. Всегда Матумба, боженька, все правильно, все четко, все круто собирает. И в прошлой игре отработал на уран. Были, конечно, фейли, были ошибки. Помним, там врывался в не самые нужные моменты. Ну, что поделать. Интересный лейнинг. Меркл отправляет в оффлейн под охранный GH. Хотя Рубик здесь не особо много, что может сделать. Рамзес должен чувствовать себя здесь неплохо, как по мне, особенно в то время, пока форма в КД. Меркл. Да, я согласен. Действительно, как только нет метаморфоза, должен соло бегать, GH постоянно развлекать. Ну, минимум, видимо, нунечко проблемы. Кушает его Матумба и надо будет чуть-чуть здесь помочь. Но трипла это уже не весело. Трипла это уже не весело, понимает это соло, понимает это Рамзес. Но, с другой стороны, у Лила появляются возможности, появляется спейс, для того, чтобы по тавер там дайвануть и постараться убить на топе майн-контрола, что прямо сейчас Лила и делает на топе, нападают на майн-контрола, но он спрятался в лесах и все, его здесь не достаешь. Ммм, Лила Мансер не лучшая цель. Сейчас, когда появятся еще и ворды, когда он сможет перекрывать здесь проходы в этих лесах. Ой, ну, Лила Мансер не туда чуть-чуть пошел, хотя, ты знаешь, не видит Лил, вот увидел. И вот теперь просто мисси. А Дуки, ну, тут будет все, если захочет, на таком месте. Странный мув. Ну, пытался как-то спрятаться, может подумал, что уже ушли ребята и так далее. Ну, ребят не ушли. Паша на Брю. Менеджер по развлечениям, как мы его называем. Часто мы видим у двух команд в последнее время Брю Мастера, ну, не один раз об этом говорили, что OG и Лучко. Конечно же, Секреты и Фата в последнее время довольно часто играли на этом герое. Ну, и еще те самые чемпионы Пиджел Минора, вице-чемпионы Старладер Минора, Минески и великолепный Айс-Айс. Ну, это вообще все равно на чемгране. Ему там любого героя во Флэйн Дай пойдет и будет стоять вообще без проблем. Как зонит здесь Рамзеса. Хорошо получается, шесть крипов всего у Рамзеса, при том, что ТБ 19 на 7. У Виномайнстера один крип, чтобы вы понимали. Один. Не пошло. Не пошло, так что зонят и Майн Контрола, и Рамзеса. Ну, проблема в том, что если Майн Контрол привык к такой ситуации, то Рамзес не особо. Рамзес привык, что надо побить крипов, потом побить людей, потом еще чуть побить крипов, потом трон побить. А тут надо стоять, надо терпеть, надо пытаться как-то храсить Миракла, надо пытаться не подставляться, не наглеть, как сейчас Соло. Соло, есть замедление. Должен, должен быть Рамзес, хотя есть слоу, есть шрауд. Телекинез будет? Да, затянули. Есть форма, есть замедление, и Рамзес здесь должен погибать, никак его не засейвить. Минус Рамзес. Слишком далеко побежал, вот то я, о чем тут только-только я об этом начал разговаривать, что ну не любит он так стоять, и только-только он делает чуть-чуть шаг в сторону Таура команды Ликвид сразу же получает выход двух саппортов. Миракл облизывает, конечно, очень хорошо. Два саппорта, дают ему возможность стоять спокойно на линии, делать фраги. Миракл за это, конечно, благодарен. Соло левел один. Сейчас может за это, кстати, поплатиться. Далеко пошел, пытается как-то заблочить этот отвод Джейдж, но Крепы уходят назад. Соло психанулся дубиной. Ой, пришел Лил, Лил левел три. Лил, кстати, может вот этих двух саппортов гонять, и Джиаша, и Куро, еще медальон, лилла, это очень больно. На самом деле, и Курос с Джошем уходят отсюда. Пришел батя, прогнал он всех из дома, говорит, уходите, чего вы общество пришли. Я вас не звал, я вас не звал, идите в свой лес. Именно так говорит. Ну, ван. Так что, ну, ван. Крепстат 336-34-4 ума-тумбы. Выровнялись. Выровнялись. Услована часть паучков есть на ботами, погоня за Куро, Куро. Улетит он тут. Залетел на фиграунд. Не получилось у Лилы здесь. А, Миракл побить. А, Миракл больно. Очень приятно Мираклу. Миракл пытается жить. Миракл еще один удар, а Миракл погибает. Миракл погибает. Как-то он так нагло стоял на линии, даже после того, как увидел, что напали на Куро. Я думал, моментально начнет под тавер просто-напросто прятаться, но остался Миракл на линии и убили его довольно быстро. Но пока он без метаморфоза, он, конечно, сладенький. Джейдж немного подфармил здесь. Потом Миракл возвращается. Четвертый уровень. Хотя бы свап хп бы был. И можно было, конечно, рисковать, что станов не так много. Коротковременный Огрмага. И на этом как бы все. Ну или, по-моему, Кентавра подвести, отмечи. Хотя он не то. Коротковременный, но летальный стан Огрмага. Летальный? Летальный. Это же Огрмаг танк. Тем временем, менеджер по развлечениях Павел Хвастунов нападает у нас на Ивана Майнконтрола. Ну и тут, конечно, Майнконтролу никуда отсюда не уйти. Он тут может позакрываться. Что-то у Майнконтрола четвертый уровень, а в это время у Гримастера уже ультимейт есть. Это немного странно, если что. Обидно, обидно, на самом деле. Ну там Лил пришел и сделал игру немножечко нечестной, на самом деле. Помог там первый раз сделать фраг, отзонил просто бедного Веномайнсера, у которого 8 крипов, да, в то время как у Рамзеса 18. Мы говорим, что это неприятно. У Рамзеса хотя бы есть фраг, и у Рамзеса есть 19, даже 20 сейчас будет крипов. Там у парня вообще беда, там настоящий оффлейн такой. Ликвид Меркл, левел 5. Тоже на целый левел он обгоняет Рамзеса. Нет, нет, у Соло поразвлекал. Нет, я сейчас могу напасть. Ну отходится отсюда. Пока сапог, сейчас третий уровень появится. Не знаю, тут, наверное, есть смысл качать на ласт. Все-таки у тебя в команде тролль. Тролль, кстати, просел очень сильно по китпоинтам, я вижу, плевок, наверное, в него был. Это что за рофл? Просто какой-то чел поставил паузу. Джаш, Джаш страдает, у Джаша проблемы, Джаш еще один удар надо сделать, Джаш может даже выживет. Здесь нет, Джаш погибает вместе с Соло. У Лилла теперь траблы. Лилл под подхилом, пытается уйти. Зря Миракл выбрал себе такую цель. Лилл все-таки под антачеблом и его пробежит. Слушай, Алилл на разорке просто развалит Миракл. Там есть медалька, очень больно, очень больно Миракл. Лилл до конца за ним идет. Еще Хадукин задувает. Очень битый Миракл отсюда уходит, но да, ты прав. Действительно, зря он выбрал такую цель. За этим всем шумом мы не заметили, что паузу нажал какой-то рандомный челик вообще. Он же ее отжал. Но Лилла поймали. У Лилла проблемы. Пытается его убить. Нужен Фейтболт, но Фейтболт мы видим только сейчас. Откулдаунился и Джаж добивает Лилла. Мага нет на этого пацана. Да, мага нет на этого пацана. Маг быстро объяснял, что надо делать, когда паузы ставятся. Он вам как-то расскажет в аналитике. Если захочет, конечно. Ну, будет ловить, наверное, кого-то. И ВП здесь, Джаж. Джейдж, заведение. Должны убивать, должны мстить здесь, понятное дело. Хотят. Смотри, он еще пожил, Джейдж идет, отдает Сверхала. А зачем скосыли? Ну, подольше. Сейчас вернется быстро. С телепорта через 10. Вот так бы. Ну да, кстати, у Некрофоса сейчас нужны фраги, Некрофосу нужно вот это все. Нужно как-то помочь, потому что мы видим, что у Лилла внезапно Нетворс выше, чем у Некрофоса. В миде NoOne на 200 голды имеет больше, чем Матруммад. То есть сейчас девятая минута. Скоро будет преимуще, но она побольше. Не-не-не. Можно показать нам Матунгу, что там у бруды? Ого. Ну, вообще... Ты понял? Он на целых две минуты позже купит второй молоток. В смысле на две минуты где? У него Митрио Хаммер-то один хотя бы уже лежит. Не-не-не, ну в курьере должен быть. Я вот что и испугался. Ты что шутишь? Подумал, что что? Где Митрио Хаммер? Не, ну это было бы слишком. Это было бы слишком. У него будет на десятой минуте этот самый дизолятор. Гейдж, видит Рамзеса. Все спалил смуг. Рамзес все равно сейчас сможет встретить. По очереди вышли и показали смуг. Брю должен уже быть на подходе где-то Блинк Даггер. И... Вот, 500 голды до Блинк Даггера и как только у Брю Мастера появится Блинк Даггер там Мираклу уже ничего не поможет. Ни формы, ни чего прыгать, быстро убивать и... в рассыпную. Ноуан забегает далеко. Ноуана подняли, подожгли. Ноуан пытается уйти отсюда. Ноуан на развороте дал миссы. Очень-очень больно Ноуану. Прикрывает его вся команда. Уходит сюда Нунчик. И база летает. Нунчик выживет. Паучки, паучки. Нет, самый. Он уже живой. На соло можно переключиться, хотя дэмэджа по нему тоже не хватает. Толстый Укер Мак и убегает отсюда. Маны не хватило Бруде, ну и скорее всего того самого Дезолятора. Было бы это все под минус армором, ноуан, наверное, погиб. Да, да. Лил подхиливал, конечно, со всех сил. И смог засейвить своего тиммейта. Ноуан не против, когда паучков на него отправляют. Всегда это... Давай, сейчас вот нейтралом умри. Вообще, попресим. Well played. Стан, науан. Продолжает. Ну ладно, потраливать. Ну, строль. Так что это нормально. Да, на самом деле, да. Паша, скоро ап заведется дайгером. Чуть-чуть остается. Буквально несколько крипчиков добить на этой линии. Ну и десятый уровень тоже. Мом появляется у... Тролляки. Миракл. И бежать надо. Бежать, потому что Паша на два левла больше имеет. Разве что вот так. Ну, Паша говорит, окей. Потратил Сандер, ладно. Я отойду. Не, не впадла. Ну, я вернусь. У меня ульт все равно есть. Сейчас тягером бы запрыгнуть, клепнуть, развалиться и попробовать убить. Убил бы, да, убил бы точно. Команда приятна рядом. Он бы поцелить. И тут же Эйчка сам. Минус, Гэйч. Да. Но нет косы. Нет косы. Лестница все равно быстро. Рамзес, конечно, регенится. Очень здорово. Ноуан под Момом. Мастумба. Продолжает плодить пауков. Сейчас начнется фарм Эншентов. Есть 12 уровень. Есть, блин, кстати, у Паши. Сейчас можно придумать, что там есть с Лилом. Желательно, конечно, с... Вот так. С Лилом. Ой, не попал к Лапам. Ну, проиграл чуть-чуть времени тут. Но можно забрать и одного, и второго. ТП делает. Урон, наваливает по нему. Мил. Куров погибает здесь. А теперь вино мансера? Нет? Что-то как-то все странно делают. Сейчас Ликвид. Ни одного, ни другого. Ну, слушай, заберут Пашу. Паша, блин. Не факт. Бежать. Бежать. Все далеко. Все стопошли. Слушай, сюда прилетело много ТП. Там Бруда. Соло. Там Бруда начинает подгрызать. Отгоняет отсюда Ноуана. Ноуан. Видит Лила. Просветку бы. А вот она, просветка. Достали до Матумбы. Матумба, вот он. Матумба. Больно. Но он же умеет бегать по текстурам. Уже нет. А терпит на. А терпит на. Бом. Он ждал почему-то прихода Лилы. Как-то непонятно подставился. Ну, ладно. Рамзе с невременем ходу в Дефайнс получает. Фраг сделал. Более-менее по чуть-чуть подтягивается. Уже к тому же Мираклу. Вот два против... Друг против друга стоят два бедолаги. Девятого уровня. Один и второй настрадались там в начале игры. Ой-ой-ой. Ну, и вот сейчас судьба их столкнула. Он говорит, давайте, ребят, докажите, кто из вас... Фартови, что ли. Я не знаю. 13-та минута. ВП есть преимущество. Оно небольшое. Около 2000. Опять-таки мы понимаем, что это все очень шаткое преимущество. Оно будет меняться. И менялось уже не один раз за игру. Так что... Не столь важно это. Так, ну то, что GH получил седьмой уровень, это бонус. Сейчас посмотрим его исполнение на Рубике. Лишний ворованный спелл. Всегда может решать. Тут их немного, конечно. Соло. Измедение. Но ванн недалеко ли. Ну-ка отступил. О, Регенес очень быстро за счет Момо. У нее еще и боттл там есть. Яша пришла. Сейчас можно, наверное, что-то шармить. Довольно серьезный парень. Ну, он и был серьезным парнем. Он по-прежнему на первой строчке по надворцу. Несмотря на то, что есть Бруда, которая должна сейчас разгоняться. Террор Блейда, он так-то зарубит. В принципе, может и с башей выписать вообще. Ну, это тяжело, конечно. Все что-то тяжело. Ноуанн вот нападает на него. Смотрим, что получится. Ноуанн отгоняет просто людей от себя. Зафармил немножечко паучков. Тут майн-контрола убили. Без ультимейта Паши. Без ничего. Лично оставили на косу. Рамзе свои 40 секунд. Майн-контрол будет отдыхать. Тавр снизу тоже заберут. Ликвиды пока ничего придумать не могут. Абсолютно. То есть в миде попытаться убить Нууана, но вот сейчас опять пытаются. Но то бы сейчас просто умрет. Да, Нууанн его зарубил. Рофл. Еще и рубит пауков. Не выпустил. Так, Джейдж. И Джейдж. А тут еще буквально порой хостоп. Миссы, но Миссы не работают на Мью. Хостоп заберет. Так что-то работает. Все равно ВП сейчас доминирует на карте. И ВП нужно продолжать делать то, что не делает. Нууанн на данный момент смотрится парнем, которого просто тупо не взять. Террорблейд проблемой не является. Пока. Ну это пока. Все пока. Ну вот этот, по крайней мере тут Террорблейд нормальный, да? Это не Террорблейд с худом. То есть в принципе от этого Террорблейда можно ожидать какие-то нормальные вещи. И то, что он станет опасным, наверное, или поздно. Но игнорировать его точно нельзя. Не, нельзя, нельзя. Надо пойти убить. Надо с троллем побежать где-то поймать кого-то и быстренько изрешить их. Но пока ВП и так все хорошо. Ну что, получается спидпушить, забирать какие-то вышки. Есть брюмастер. Вот Паша сейчас готов ворваться. Сейчас будем от одного крепочка. Вот от одного крепочка. Да, или баунтирунку что-нибудь получить. Можно подойти поближе. Блин, так хочется. Прям где-то одного. И с двенадцатым левелом повеселее, конечно, чем с одиннадцатым. Тролль входит в Black King Bar. И он у него очень скоро появится. Этот самый Black King Bar. Ура, пятый уровень на шестнадцатой минуте. Ну, у Соло там дела не лучше, если что. Это верно. Тут обязательно получить шестой. Да. Шестой может заченжить ход драки. Это всегда важно. Вот сейчас просто постоять по экспице. Не знаю, он отлетает, он, по-моему, отдает экспу, джейджу. А зачем? Лил. Паша улыскает людей. На топе подпушивает лайн Ранзес. Рядом Паша катится на бочонке. Двенадцатый вот уже у Паши есть. У Лила Мидас будет следующим артефактом. Доминировать так по полной решил Илья. Ну и пошли кентавры. Нашли Соло. Соло погибает по имя Добра. Не знаю, куда они что-то сказать. По имя фарма Т2. Замерзула. Кто у них наразует? А, ну, Ранзес. Ранзес, да. Он есть наразует, все нормальное. Можно за него тоже будет. А там стоит Миракл. Точнее, его иллюзия в лесочке спрятана. Говорит, не хочу я вообще. Может, поразведу. Так упадет, Т2 здесь. Никто дефа не будет? Да, упадет, пойдет. Т1 снизу, ты упадет. Соло. Ой, мотов на проблеме. Мотов на проблеме. Мотов на проблеме, если доберется на Ван, он погибнет. Он доберется. Пашик пройдет? Пашик. Ну хоть один. И крипов еще. Не крипов, а пауканов. 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 Паша, прыгай, клепай, прыгай, клепай, прыгай, клепай. Что, Паша, прыгай, клепай? Уже и не может. Клепай. По-моему, ВП все слишком хорошо сейчас. Демонтаж прошел успешно. Да. Т1. И Нуан просто продолжает бежать по линии. Он вообще ничего не боится. Манам не нужна. Ему ничего не надо от этой жизни. Только вот с Террорблейдом бы снизу подразобраться. Ну, полетел туда Ромка разбираться. Ромка пока разбирается не особо хорошо. 12-й левел, разве что с иллюзией. А, и у Ромки внезапно 3500 денег. Я считаю, я готов Радиенс практически. Ну, Саккарт, по крайней мере. А дальше там останется копеечки. Надо фармить. И третье место по Нетворцу. Рамзеса. Молодец. Аккуратненько подфармливает. Нет, все правильно делает. Рамзеса после этого бешеного начала игры, когда понапрягали его так очень плотно, а он начал играть суперосторожно. И делает абсолютно правильные мувы решения, никуда не спешит. Более 5000 преимущества у Virtus.pro на 17-й, на 18-й минуте игры на данный момент. Ничего супер нереального мы не видим. Мы видели в прошлой игре, было и не такое преимущество. Ладно, там был алхимик не считается, но все равно. Маттумба не все так шоколадно. Маттумба все печально. Я думал, что он будет занимать первую строчку постоянно по Нетворцу, а тут тролль с мобом, который его уже... Мы же с тобой в эфире обсудили, что сейчас время пойдет, и тролль идет вперед. Мы что бы это обсуждали? Да, но... Но ты же это именно выглядел? Да, да, да. Конечно. Что же еще? Как обычно. Других вариантов, по сути, не было. Конечно так. Мы что-то налили при вас крафту Рошану. Рошан Рад. Голова у него кружится, мы видим. Еще при вас налили проблемы. Проблемы у Рамзеса. Проблемы здесь Бруда. Проблемы дальше у Рамзеса. Успеет ли в шраут 2-й минуты по секунду. Входит в шраут, выхиливается. Фактически фуловый, надо хрупа. Рамзес уже на хайграунде. Прыгает Паша, пошел Клэп. Курс Авадного Пашу просто засейвил всех. Конечно, зря. Но бежать отсюда, потому что Матумба сейчас просто накроет Рипером. Вот так вот Матумба на 60 секунд. Тут тем временем развлекает Куроки Пашок. Засейвил себя Кура. Но я думаю, вряд ли бы отпустят. Тут уже No One. Да, зарубили просто. Уходят отсюда остальные герои команды Liquid. Минус 2. И параллельный этому Рошан. И параллельный Рошан, да. Шамайч душит прям. ВП вообще прям душит, не отпускает. Без шансов. Что-то Liquid в этой игре выглядит слишком расслабленно. Да Liquid в этой игре играет как в Матумбе на самом деле. Это Terror Blade, который ничего пока не имеет. И никак не может дефаться. Это немного странно. Обычно Liquid наоборот берут героев, боевых. Очень редко не используют хардкор керри, который не может ничего сделать. А сейчас 7 минут. Если берут, то это антимаг. Да. И это антимаг, который к 20-й уже не хардкори. Это антимаг, который к 20-й говорит, пацаны, я погнал. И дерется вместе с командой. Здесь, да, действительно неприятно. И ВП по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть накапливает свои преимущества. Пока все очень хорошо получился у Паши. Действительно, Паша отдает прям супер матч. 2-0-6. У него на этом брю. Если на легионке мы говорили, что ну не зашло. Одна дуэль за последних 25 минут игры на второй карте была. 20-й карте. То здесь мы видим пивомастер очень хорош. Пивомастер скоро обзаведется керасой. И вот под этой керасой можно будет просто заходить на хайграунд. Потому что ТБ не так много урона будет наносить. Бруда, по сути, своим дезолятором не такая страшная. Ну с ТБ он один на один будет готов общаться. На самом деле еще под радиансом. Классные артефакты в Virtus.pro. И нужно, наверное, ВП сейчас постараться что-то придумать. Пайп добрать нам за север не стоит. Пожертвовать немного денег в пользу команды. Потому что худ есть, а играете вы против веноманцера и Рубика. Неплохо было бы против магического урона защититься. Неплохо было бы, согласен. На ботами. Ну летает же Аш. Аш не стал тратить ультимейт. Чтобы разменять его на Рубика. Ну не надо им это делать. Я все жду момент, когда все-таки Лешка на свое привычное десятое место по Нетфорсу выйдет. Но что-то пока не получается. Мендуру. Потом старается. Противники очень сильные. Не пускай. Соло получает одного из своих любимых героев, на самом деле. Сколько он на нем отыграл. Сколько мажоров. Сколько турнира. Сколько квалификаций. Громак на самом деле страшная сила. ВП сейчас успокоились. Потому что они, во-первых, не могут найти каких-то целей по карте. А я думаю, что цель обозначили. То есть Т2. Ничего не боится. Вообще ничего не боится. Он прекрасно понимает, что там даже стана, кроме ульта Виверны и Рубика и Телекинеза. Все. Тебя не убьют. Но он сейчас его пытается как-то прессовать. Да им все равно там иномансер ультанул. Ну и чего? У него Аркейн Руна есть и 10 стиков. В любой момент будет фуловым. Прям в любой момент. Т2 на ботами. Я так понимаю, упала. Да. Готовы на хайкраунд заходить? Я уверен, что готовы. 9 тысяч преимущества. Даже если не заберут Т3, стенок людей. Там и Егис с утра. Ля, надо размениваться как-то. Рамзес подхиливает. Лил подхиливает. Паша стоит рядом. Ноуан пока бьет здание. Рамзес тоже здесь. Быстро будет убивать прикол. Ноуан прыгает на спа. Начинает развлекать людей. Остальные должны тем временем забирать здание. Под Т4 побежал. Отгоняет Куру в ЕО. Но менеджер по развлечениям занимается развлечением. И абсолютно правильно все делает. Монта тем временем появилась у Миракла. Т3 забрали. Ну и вот теперь либо начинает замес, либо отходить. Посмотрим, что будет делать. Ноуан БКП пошел в барак. Дэмэдж. Ноуан не убивает. Там форма пошла. Лучше отступить Рамзес. Ничего страшного. Рамзес. Соло жив. Рамзес погибает. И Соло погибает. Ну не знаю. Сейчас просто пойти забрать шрайны. То есть они заработают свои денежки. Тролль ушел. Это самое важное. Ну, Ликвид большие молодцы. Опять-таки, Ликвид отошли. Ликвид отдали Т3. Ликвид не подставились. Не полетели вперед. Дождались. Да, Т3 они сторону теряли и в прошлой игре на ранних минутах. Не закончено это толком ничем для ВП. Поэтому, опять-таки, у Ликвид на лейт есть абсолютно четкий и хороший план. Рудатор, Рблейт. Эти парни будут наваливать очень серьезно. Да, там есть тролль. Это минус. Тролль делает больно. Сейчас линкой скоро будет. Чтобы слаб хп не мог на него сработать. Так, майн контрол. Встреча. Никой встречи не будет. Жейш, по-моему, здесь погибает. Мультикасс. Сейчас будет телекинес, наверное, будет или нет? ТП-аут, ты что, поможешь? С первой тычки между глаз топором. Хотя, наверное, любой удар по голове топором должен оглушать. Наверное, да. Это странно будет, если тебя только ударят, ты все равно продолжишься вставать телеканал. Читать книгу? Читать книгу, да. Скорее всего, не буду читать книгу. Так, ВП от 9 тысяч преимущества. Погнали дальше. Линкен сферу хочет на уан купить себе. Ну, это не будет. Арам Засформит Пауканов. Пауканов. Прям очень хорошо заходит. Абзис догоняет уже Мира Клапа чуть-чуть. Помню, какой у него ужасный пластар. Блиндагер купил нюнчик. И идут ВП опять зажимать соперника. Можно зажимать не буду, только хайграунд. О, хайграунд, все правильно. Все стоят по биду. Один ломает бараки снизу. Лаур Шрайны может побить. Почему бы и нет? Иллюзию тут переманил с Элил. Иллюзия это хорошо, что переманивает. Если бы она еще в битаморфозе была. Ты уже начинаешь из крайности в крайность просто в битаморфозу переманить. А если своровать битаморфозу, то самому можно развалить нормально на рубите. Ой, какая встреча на Шрайне. Матумба бежать, его просветили. Вот он, Ван. Пройдет ли башек? Башек прошел, Матумба. Догрызут. Ужас. Посмотри, против бруды-то как работает. Йоу, будет. Успел! Успел! Уже даже звук был. Звук даже был. Использованный телепорта. То есть, что Майн Контроль уже улетел. И Паша пишет, упс. Но успевает. Рамзес отхилит всех. То есть, работать сейчас с этим этим на монстров. У Рамзеса все в порядке с маной. Он сейчас паспамит. Но Вант вампириком еще отберется. Вот соло или живой. Все, соло сейчас убить можно, нет? У Лила там еще есть хил. Куро, не слишком ли далеко. Ты куда, Куро? Куро. Пока живой прыгает. Паша дает Куро, Куро сейвит себя. Но это хорошо для Батайка, что он сейвит себя. Его косой просто отправляют в таверну на 53 секунды. В форме Миракл. И Миракл надо как-то позвонить от здания. Миракл пытается вот так вот сделать. Рамзес уходит отсюда. Вытягивает на себя рефлекшены Миракла. Надо добить. Надо добить барак. Отходят. С дайкера. Может, переждать. Форму переждать. Форму, скорее всего, переждать, да. Нужно прямо тут постоять. Рамзесу бы маны немного. Гель мимо. А нету там маны чем заливать, по-моему. Надо отойти. Шрайн поломать, наверное. А еще не ломали? Этот нет. Они же там поймали бруду и отправились. Да тролль вообще жесть какая-то. Бруда вообще вопросов нет к бруде. То есть, если тролль до нее добирается, ну там, ну а что она может сделать? Ничего. И БКП не поможет. В этом-то и проблемы. У тебя просто зарубят и все. Террор Блейд та же фигня. Ну, у Террор Блейда хотя бы есть Сандер, да. Но Сандер скоро будет в линку. А чем сбивать эту линку, непонятно. 13 тысяч преимущество в ВП. В ВП играют очередную очень классную игру. Как это было на первой, как это было на второй. И как это есть на третьей. Ну, на второй мы там помним. Что игра это не против каких-то челиков. Это все-таки ребятки, которые давно выиграли турнирчик в Сиэтле. Маломальски важный. В частности, выбив по дороге Виртуз Проса. Со счетом 2-1. Здесь тоже у нас будет 2-1. Посмотрим, в чью пользу. И напомню еще раз, что команда, которая выигрывает этот матч, выходит в полуфинал. Где встретится со вторым местом группы А. Это кто-то будет из тройки ЕГЭ Фнатик Ньюби. Джейдж. Хорошо. Что-то срегировал. Что если бы там залетел от легких фарглаз в голову. Пауки. В этой игре, конечно, по полкам был немного не видел. Да, с учетом того, что у Матумба 10-300 на Творце, я уже Брюмастер перегнал. А это печальненько. Кирошанчик появится. Обычная. Через 5, 4, 3. Лега, вернись. Вернись, Лега. Стой. Чего, пойдет на голову. Стой, не уходи. А ты не увидел. Он реально не увидел. Лил. Матумба тут не по шансам, братан. Надо уходить. Прекрасно это понимает Матумба. Начинает уходить. Лил по спине ему дважды навалил. И еще импетус. И Матумба далеко-далеко отсюда. Но Лил прогнал его. А сейчас уже можно чек на вершанную. Думаю, Солнеч зайдет. Кирошана. Джаш, Кролл Хилл. Окей. В принципе, нам зас не против. Главное, чтобы не косу. Больше мне врать нечего. Представь, насколько трудно обычному человеку. Вот он своровал спелл. Картинка спела. Не такая картинка с арканом. Не такая. Че украл? Пытаешься почитать? Не понимаю. Там два варианта. Ты понимаешь, когда ты воруешь у микрофиса? В общем, два, три. Три дудак слышал. Так, почти все. Да, все можно убрать. Что-то по привычке, что два. Это как-то у Райсенга воруешь. Вариантов тебя немного. Да, Райсенга воруешь немного. Райсенга воруешь немного, действительно. Смотрим. Джоаш снизу. Пытается что-то придумать. Но ничего он тут не придумает. ПП немножко остановились. Конечно, мы забрали их. Да, да, да. То есть они... Паша сейчас готов. Рамзесу надо идти бычить. Рамзесу сейчас надо идти фейс-чекать, кто там на линии стоит. И Паша включится моментально. Вот это сейчас бейт пошел. Паша спал смок. Знает, что где-то здесь Джаш. Знает, что где-то здесь Джаш. Джаш прыгает. Паша нашел его и забьет просто на последний. Если коса залетела, 75 секунд сидеть. Упс, говорит Паша. Паша всю игру спамит. Упс. Стильно. Так бывает. Ну ничего. Да, довольно долго придется Джашу сидеть. Зачем пауков-то сюда? Ну куда ж мастун, Балёк? Класс, успокойся. Что же так видит этими пауками-то, а? Прямо со всех сил старается. Потому что он отдохнулся. Паша, вы себе мать. Так, если ты хочешь отдохнуть, тебе эту игру надо выигрывать. Команда, которая выигрывает эту игру, отдыхает до воскресенья. Ну не так долго он хочет отдохнуть. Ну а так придется завтра с утра. Первый матч им играть. Это был майн-контрол. Вот это Миракл. Он дальше не пошел. Все правильно. Там менеджер по развлечениям пошел. Здесь надо аренджовый барак забрать. Переключиться на милишний. Милишний, ну one. Менеджер по развлечениям тут будет развлекать всю команду просто. И никто ничего не может сделать. Куру там по Т4 страдает. Он сейчас умрет. Кстати, что там не умрет. Если идти, он умрет. Куру. Куру. Забил просто Пашу его добивать. Решил все-таки главнее выжить. Напали на Солу. Кажется, Солу не должны отдавать или отдадут? Вопрос. Продали Леху. Вопрос. Почему там вообще нет? Тоже. Он вжился в роль брюмастера как будто. Я тоже, говорит, менеджеры по развлечениям. О, Рубик что, украл. Праймл сплит. Может помочь. Может, может, на самом деле в драке. Да, Леха вернулся на свое десятое место. Три сто у него. Непривычных 2 500. Три сто на Творца. Это много. Да, Угар Магат. Луан ждет мирок. Ой, а убить его? А убить прямо сейчас? Можно. Формы нет? А убить? ПКБ откатывается 2 секунды. Вот, теперь погнали. Погнали. А где настоящий? Второй настоящий. А вот он быстро он там. И он там. Таману не устал. И он там. Это тролль, господа. Ну, ВП знает, кто такой тролль. Да, ВП знает тот, кто такой тролль. Знакомились с ним на турнире одном хорошем. В городе одном хорошем, да? Да. Не будем рассказывать их нам. Ну, вы и так. Ну, он убежал. Ну, он убежал. Тролль уже давно не здесь. Пытается убить Пашу. Паша. Ноуан рядом. Матумба на хокганге. ТП оттаз сделать Лилу. Мы сбили. Убили еще и Лила. Ну, это байбэк. Это, в принципе, неплохо. Лилу-то убьют 100%. Да, ему здесь необходимо. Здесь необходимо деться байбэк от Миркла. И сейчас пойти, опять его еще раз поймать и зафокусить троллем, то в игре его больше не будет. 22-11 счет в пользу Virtus. 17 тысяч преимуществ. У них все просто шикарно. Здесь дэмэджи нанесли все. Потратили абсолютно все. Да, там забрали Рамзеса. Понятное дело, там не было шанса Рамзеса оттуда убежать. Реально все вкинули. Что можно было? Кинуть с него. Миракл тем не менее 18 уровень выходит в Скаде. Как же сложно считаться за Ликвидом будет в этой ситуации. Вот прямо сейчас появляться и идти давить. Просто появляться и идти давить. Формы нет, ничего не грозит. Если каким-то чудом подставить ТБ просто убивать и заканчивать а чё нет все нормально погнали что через атаку тупо в нет что дела заканчивать этот чудесный вечер пятницы что брю мастер сколько там до ультимейта а все откатился все еще проще рубика тоже откатился у рубика тоже откатился и одному втором можно подождать у рубика он скоро закончится пока у нас затишье стоит воспользоваться эфирным временем сказать чтобы люди никуда не уходили потому что сразу после этого матча нас ждет первый матч на вылет с мажора будут играть evil genius из против над и завтра мы начинаем в час дня игрой king gaming против сг и спорт смотрите обязательно мажор продолжает в первый мейджор сезона и в воскресенье мы тоже начинаем час дня два полуфинала и финал так что запишите обязательно здесь выходные впереди будут пришли сели вас больше ста тысяч сейчас на стриме запишите обязательно лайк нажмите на канале на этом канале и завтра и послезавтра мы обязательно смотрим что это было заканчивается заканчивался приходится нажимать хоть как-то его реализовать не уверенны что он кого-то встретит а просто побегает халявный вот вот не помелись об обстаемом за все ультиматы нету рубика хиру дэмэдж на данный момент у ликвидов больше дэмэдж ну это виноват вина монстр это вина монстр вот он 16 300 мы видим на 14000 перок забрались а я им от ума есть под сейв но он продолжает пилить а тубу быстро подсевленного бкб потратил на что фактически если нет диффузор то мы понимаем что ничего не сделать если есть диффузат хотя бы можно бану подожигать в по опять остановились сложно не могут зайти на хай граунд нажимать надо активнее зря бы не давал ликвидом фармить это может уже в игре мы видели 18000 прямо что вы поможем видели как ликвид из этих 18 тысяч выходили в 0 и даже в плюс 10 а шанечка наверное дождаться надо пошли лик пошли ликвид в атаку в смоке 19 жаж 14 не хватает 2200 голды до появления а потом этот артефакт тоже чтобы полезная как ни крути хорошо чего ждать маша начальщик вариант пика появляется лима лила все что надо ездил догоняет уже пруду у лила вообще все что надо ездить и вот та самая чак который надо бояться здесь которая уже может навали но он под бафом level 25 какой не талант 25 справа напомните мне пожалуйста 20 процентов ну неплохо вина мансера до стройных так ну что может через бкб как-то запрыгнуть опять по фокусить бараки перемене стоят боятся далеко отсюда сейчас брю нельзя нападать ваша на что-то там дофармливает пошел секрет шоп что-то купит он собирает продолжает фармить в п сажали соперник и ликвид не выходят из базы по всем трем линиям зажали virtus pro ну и преимущество мы видим даже за последнюю минуту еще на 2000 выросла если так будет продолжаться тот я согласен в панерный стоит подождать этих 5 минут похолодиться на базе зажать полностью соперника и зайти с аэгисом с сыром и тридцаткой преимущества уже знаем не будут пойдут найдут двух трех у нас им тоже стремно выходить за вас главное сейчас не ошибались чтобы сами в п то есть вот ни в коем случае не подставился паша один тут бкб у рамзеса и рамзеса просто так нельзя маркандромка валяется очень нужная штука в первую очередь для брюймастера брюйзи забрал а тут и время минус коры просто суши мастер суши мастер в прошлой игре было суши мастер в этой ванны на хвапец начну вам пока на этом турнире очень хорош что вчера что сегодня погнали нет уроки нечем по цене они конечно зачем иллюзии убивать если можно переманить на летел выбирает иллюзии и пошел дэмэдж под петт рима втонули в тупую спасибо чтобы рамза сейчас выхилил там форум прожат а там аремса же особи упал т3 рубить возможно сейчас через battle транс и барак спушит я не факт уйди он пошел на базе т3 упал т3 упала барак чуть-чуть не хватило там рожан резнулся с не ошибаюсь зашли на него нам создает этот этот этап фарм бросается тут же на рошана приму что уже 21000 плюс расти про юген на самом деле так как из базы надо вылезть вардах и тыкана не зря у села 2900 ворса это не просто так так там могут зацепить ура за ясно не хочет тратить него косу печальный вина алкасу о рамзе с ромка ромка на рыбак ромка вообще сегодня пятница можно хочу в пятницу можно так у нас сегодня день хейта да 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 зря конечно побежал желание понятно но это было что не хватит в итоге касают проблему потому что может остановить какой-то врыв и будет довольно неприятно сейчас ну поскольку вот то что я говорю паша получает косу паша паша и лопу ну вот не было косы паша 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 отличный спал рубика но вон да паша думает отличный спал рубика но вон пошел пошел дэмэдж по мираку мираку очень больно из просто подсейвили лил неплохо там майн контроль тонул в ноль вообще никого не задел своим ультимейтом веномансера и это мне кажется повод подраться сейчас и отбежали не полки не повод пашка пашка знал что у нее не кровь из подарки я думаю что у них реально сейчас в в тимспике прямо такая инфа идет ребят откуда у них судьбу и нам с какая коса как не блогню косы не шлях это не а это он где-то в другом месте нашел мираку находится здесь здесь соло фэс чекнул уходит спокойно и тут уже его не догнать оригин разбит он проблему мираку мираку пытается убежать но он понимает что не стоит наглеть уже мираку не такой легкий скажем так на подъем как это было чуть раньше все-таки 21 левел и хорошие артефакты появились надо ждать появление пашка поэц паши с пашей будет проще вот паш появился сейчас у степи что-то на т2 прибежит своей команде и нужно идти по миду и пытаться закончить эту игру четыре голых барака оказалось осталось у команды ликвид ну и напомним еще серии один на день команды выглядят заработать папа на поле на рамзеса проблем успеет либо шраут рамзес успевает под хилл нет развалила бежать за эти не будет 80 секунд лила зацепили дотянули соло пытаются расстрелять соло погибает и лил тоже не уйдет и через косу 103 секунды придется тратить бэйбэк там в это время крипы на ботами добрались это не проблема это не проблема и ты понимаешь что теперь вот это отданная коса вот это мини ошибочка микро ошибочка когда просто бежал и так сильно хотел убить и чуть-чуть не хватило и вот это отданная коса она уже порешала две драки на топе убили пашу никто не может сделать пашу бы не убили без нее сейчас в миде точно также отправляет очень долго отдыхать и в итоге проблема т2 вряд ли скушат хотя щас скрипы пришли они пойдут волынг сейчас ликвид просто то есть они проигрывают 20000 они зацепили за свой шанс я не постараюсь но ван но ван на матубу прыгнуть постараться его убить сейчас надо но мир около уже здесь но в итоге что странная муть от нового начать могут отсюда и не отпустить зацепил ультимейтом майн-контрол будет ли ставить варды а тут бремастер погибает 1 тычки не хватило папаши опять отдал ультимейт вот такой до тычки реально не хватило пошел ходит бкб собирает но он едва живое целую петлями до выиграли время в п из 22 оставили 57000 просто закинули на равном месте из-за того что начали делать какие-то необдуманные мовы не до конца обдуманные эх как круто играет ликвид в условиях проигрыша огромного количества денег они каждую миллисекундочку цепляю ура показал сейчас рамзеса напасть бы у рядом есть тиммейты можно и напасть у страшно ваша нет летать нормально там рубик таким есть на самом деле все раздавардели голые две стороны даже битые бараки и на то и в виде оранжевые как это сделать 43 уже минута там уже ребята не такие простые аккуратно добыть могут сцепить ультимейтом не верный тогда но ванс ультимейта прибьет просто и боятся иллюзии уже не весело особо с ними переманивать надо органяя шина если ликвид еще и эту перевернуть 30 тысяч короновато конечно но в п вижу аккуратничают не просто боятся идти в атаку уже мы видим час матом в 25 получит террор блэйд потихонечку подкрался к этому тролю там конечно разница все еще в четыре с половиной тысячи но это уже мощно смотрится бабочка и его уже не убить этому троллю вообще никак троли его просто не зарубит до этого рубил то сейчас он его не зарубит ему просто не хватит дэнджа он будет много промахиваться нужно будет коса нужно будет еще что-то и это не так легко делать ну что пошел смог будут миде пытаться поймать в п людей видят brutу знает что бруда здесь а нет не видит пуду поздно бруда убежала полетел туда станчик тут тем ли ним рубика развлекает но вам потратил бкб ни на что пытается и зарезать майн-контрол и миракла миракл миракл отбегает начинает кайтить но мана но она прогоняет отсюда номер Bernie's просто умрет он без бкб но ван на В развороте с майн-контролом пытается драться с Рубиком. И ВП погибает уже вдвоем. Забрали Бруду. Миракл. Миракл дерется с ним. Брюмастер. Есть подсейв от Куры. Рамзес рядом. Косы уже нет. Миракл пытается драться до конца. Цепанули Рамзеса. Миракл на хайграунд. Тут же Ноуан после байбека возвращается. Продолжает рубиться. Хорошая курса. Но Ноуан бьет Рамзеса. Этого не хватает. Едва живой Куру. Лил рядом. Все блинкауты сделали. Боже, как же Куру сейвит свою команду. Но Паша рядом. Но Паша рядом. Паша продолжает. Бруда сделала байбек. Миракл засейвили. Кура сделал тут же байбек. Мазбайбек со всех сторон. И игра продолжается. Надо давить. Надо давить. Ни в коем случае сейчас не останавливает. Хотя Ноуан после байбека. Это, конечно, опасно. Он вернулся сейчас в файт. И умирать ни в коем случае не хочется. Кексу вина майнсера. Да, Веник отзывался. 14 тысяч уже преимущество. И Ликвид продолжают. Ликвид продолжает отбиваться. Они опять отбились. Они опять классно подрались. Они опять отзонили Ноуана. Не дали ему возможности цепануть. Все поразбегались. Очень хорошо сыграл Рубик. У которого всю игру просто супер мувы. Классные ворованные ультимейты. Джи Аш, боженька, конечно. Делает дела в этой игре. Как ни крути. Мы не забываем, что... Теперь есть Хекс. Миракл далеко. Могут зацепить. Линку сбили. Рамзес. Проблемы будут грызть Рамзеса. Стан по Матумбе. Не могут грызть Рамзеса. Рамзес БКБ. Пытается жить. Рамзес. Форстав живет. Соло в сайли. У Соло огромные проблемы. Он просто в секунде погибает. Миракл он стаб был. Соло не будет довольно долго. У Рамзеса сейчас закончится БКБ. Рамзеса задепузили. Есть линка. Тут же сбили. Надо как-то помогать. Прыгнул там Дерюнину Ван. Зарубил одного. Пытается зарубить второго. Миракл до конца дерется с Нууана. Миракл с Нууаном должен Нууан побежать. Миракл там победил его. Байбака нет. 98 секунд. Миракл. Стан залетел в майн-контрол. Развлекает его также Паша. Тоже полетели. Пять. Илья Лил. Наносит огромное количество демэджа. Минус три. И надо теперь ловить Рубика. Надо ловить Рубика. Ни в коем случае нельзя его отпускать. Там даггер есть. Надо вот сейчас тычечки давать нон-стоп. Нет. Уходит с даггер. Хотя недалеко. Недалеко ушел Джейдж. Я думаю, что его нагонят сейчас. Будет скорее всего. Брю горит. Тут будет. Так. Тут без шансов для Джейджа. И все-таки. Стоял там долго, но он думал. Все-таки убили. Ну и по мидс разбежать. Матумба тут для того, чтобы крип скипить. Лил уже на базе. Они побегут просто в Т4. Они просто побегут в Т4. Либо в бараке прямо на базе. Да, в бараке на базе. Как много демэджа-то вываливает Лил. Не обращаемо на это внимания. Но у Инчи-то огромное количество уже демэджа. Да, скорее всего, крипы. Мне кажется, им 50 секунд хватит на то, чтобы трон с землей сравнять. Ну, Ван. Ну что? Будут дефить. Ну, должны хоть как-то. А как? С крутой рубиком. Крутой рубиком. Ну, а кем же еще? Каса! Матумба, 155. Это ГГ. Good Game, well played. Virtus.pro в полуфинале мейджора. С первого места в группе выходит ВП. Впервые! С первого раунда. Если точно вспомнить, это 7 августа 2017 года. 7 августа 2017 года мы с тобой комментировали игру. Играли IG против Liquid. Впервые с 7 августа 2017 года Liquid проиграли в Dota. Вот так. И такое бывает. Почти три месяца Liquid в Dota не проигрывали. Не хватило им недели. И Liquid в Dota проиграли. Проиграли у Virtus.pro. Отправляется в лозера. Будет завтра играть с King Gaming. Либо с SG вечером. Вот как раз после вечера. Ну, неважно. Не те, не те для них особо не соперники.